Друзья, всем привет! Показывала сейчас вещи, вся употела. Посмотрите, посмотрите, какую я подушечку купила. Наконец-то у меня был когда-то сиамский кот, прям не так напомнил его. Слушайте, так страшно в Америке стало жить. Кошмар, каждый день расстрел, каждый день. Я раньше, конечно, еще в детстве слышала, что в Америке ты идешь-идешь, из подворотни какой-нибудь бомж высхакивает и тебя убивает. Раньше все, наверное, это слышали. Это ведь так и есть. И, конечно, я вчера с мужем разговариваю. Я говорю, почему здесь не могут вести закон, чтобы оружия больше не было. Но это сколько может продолжаться? Это же такая проблема. И я посмотрела видео, наверное, многие его смотрели. С 13-летним подростком поехал взрослый человек. И они заходили в магазины во всякие. Господи, этот перекресток. Я все время, когда еду, вы, наверное, уже замечаете, я вся дерганая. Я не знаю, кто едет, кто едет, к чертовой матери переехала, проехала без очереди. Это еле. Не поехали по магазинам, заехали, где сигареты купить, водку, сигареты купить, спиртное. Потом заехали в лотерейный билет, купить им тоже не продали. Ну, потому что возраст маленький. Заходит в оружейный магазин, и там ему спокойно продают винтовку. Этот продает, говорит, о, вот это тебе классно подойдет. Я прям, знаете, не поверила, что это правда. И мне муж говорит, что в Калифорнии нельзя носить оружие. Вот просто так идешь, и у тебя оружие, да, здесь. И ты идешь, и ты идешь с ним, и всем пофиг. Такое в Калифорнии нельзя. Это незаконно. Если здесь ты идешь покупать оружие в магазин, то тебя будут проверять. Тебе нужно ждать. Но есть у нас такие штаты, где ничего проверять не надо. Каждый придурок там может купить. Вот в Техасе, допустим, ты можешь это оружие носить, пожалуйста. Вот оно у тебя торчит, ты идешь по улице, и всем пофиг. И вот здесь, и здесь, сколько я знаю людей, у всех оружие есть. Я вам рассказывала, моей американской подруге, она сейчас уехала, у нее тоже был пистолет, и она его покупала. Потому что она одна живет в доме, большом, и она говорит, я боюсь. Ну, говорит, мало ли кто зайдет, и я, говорит, выстрелю. И тем более сейчас люди здесь на покупали оружие после всех этих Black Lives Matter, всех этих волнений, когда вон в дома заходили, и тебя вытаскивали из дома к чертовой матери за шкирку, и заходили там. Заходили там эти неблагополучные, устраивали, черт знает что. В то время было же дефицит купить оружие. Все стали покупать, потому что все испугались. Вот вы представляете, это вот только что был расстрел. У нас здесь Сан-Франциско, ну, там мафия какая-то перестреливалась, но неважно, погибло очень много человек. Потом вот этот Баффова расстрелял афроамериканцев. И сейчас этот придурок у школьников расстрелял. И главное, когда я смотрю какие-то ролики здесь в Америке, здесь выходит реклама, мамочка призывает там, чтобы эту проблему как-то решали, и говорит, вот у меня сына застрелили, и она вот это вот все говорит, потом мужчина какой-то. Ну, так это никто не будет, никто не запретит оружие. Никто в Америке никогда не запретит, потому что, мне сказал муж, потому что это большие деньги. И представляете, сколько компаний разорится, если не будет оружие продаваться. Это все там гораздо выше все эти правила. И как мне муж сказал, говорит, вот сейчас расстрел прошел, сейчас, говорит, все поговорят об этом, поговорят, поплачут там, и говорит, какое-то время, через месяц это забудется. И все, говорит, опять это все уляжется. Очередной расстрел, опять все поговорят, поговорят, вот надо решать эту проблему, и все, говорит, опять на нет сойдет. Потому что здесь Здесь все гораздо сложнее. Здесь заинтересованы большие бизнесы в продаже этого оружия всего. Короче, вот такая фигня, когда в Америке никто не отменит этого оружия. Это же нужно, чтобы какой-то человек был инициатором того, чтобы приняли закон, и чтобы этот закон ушел в парламент, и чтобы это приняли. Но этому человеку не дадут дойти до этих парламентов. Во-первых, это надо кучу денег, этих адвокатов, всех, кто будет это делать. Никто. И, видимо, там на корню это подавляется. Видите, заглушается тоже. Да, вот это происходит, и все стараются быстрее от этой темы потом уйти. И все забывается на какое-то время. И вот так это будет всегда. В общем, никогда эта проблема здесь не решится. Никогда. И вообще у нас в Калифорнии, кто не знает, все нелегавы, все едут сюда, потому что здесь тебя не имеет права вышвырнуть. Ну, с территории Калифорнии тебя не имеет права вышвырнуть. Вот ты идешь, у тебя нету, да, ничего, никаких документов. И все, тебя это, ничего тебе не сделают. Поэтому все едут сюда, в Калифорнию, поэтому тут столько всего происходит, бандитизма, и знаете, как интересно. Вот в процентном соотношении 30% афроамериканцев, по-моему, 20% азиатов, остальные белая раса. И в тюрьмах сидит 50%, ну и 100%, вот 100% все сидят в тюрьме. И 50% это афроамериканцы. Ну, вот видите, хочешь верь, хочешь не верь, хочешь там. Статистика-то показывает вот такие вот результаты. И тут, ну, как бы против статистики не попрешь. Я еще говорю, слушай, говорю, я не представляю, как люди идут сейчас еще работать здесь в полицию. Я говорю, это ж любое действие, правильное, неправильное у полицейского, это все будет перевернуто так, как нужно в нынешней ситуации. Потому что власти, выборы. Я говорю, в Сан-Франциско бывает, там полиции достаточно. Вот была демонстрация, я вам показывала, столько полицейских было. Но он говорит, что не хватает 30% в Сан-Франциско. И там, говорит, есть школа полицейских. И там, когда полицейские учатся, они стараются уехать в маленькие городки. Ну, вот как у нас, допустим. Потому что преступности гораздо меньше. Или ты в большом городе, или ты вот в такой деревне, как у нас. У нас все нормально с полицией. А, говорит, в других городах расформировали. И, представляете, нету полиции. Я вообще не представляю, как можно без полиции жить. Еще, мне кажется, вот если запретят оружие, ну, такого никогда не будет. Так, представим, да, что запретили оружие в Америке, то все вот эти криминальные личности, они все активизируются. Они будут знать, что у человека нечем защититься. И это начнется вообще беспредел. Еще похлеще того, что было вот когда этого, когда этот-то умер. Под коленом у полицейского-то. Это вообще тут всех нормальных убьют. Потому что тут все поощряется. И вот сейчас Сан-Франциско, я говорила, построили большое Тельто. И раздают вот эти трубки, через которые они там что-то курят. То ли наркотики, то ли траву, то ли еще что-то. Им выдают чистые трубки. Ну, чтобы они гигиену соблюдали, не пользовались одной. Представляете, такие средства выделяются. В общем, лучше вот этого во все вообще не вникать. Жить своей жизнью вот в своем, знаете, вот таком вакууме. Потому что если ты начинаешь об этом думать, то у тебя крышу снесет. Ты все равно ничем не можешь помочь, ничего изменить. А только, знаете, у себя в голове вот так вот нагнетать вот эти страсти-мордасти. И спрашивать, почему это делается, зачем это делается. Это вообще для среднего человека это никогда не понять. Он не представляет, что там делается на верхах. Какие идут дележи этих денег и власти и всего на свете. Ой, в общем, конечно, ужасно, стараешься в это ни во что не лезть. Но вот видите, убийства происходят, грабежи происходят. Полицию не дождаться. Это же все сказывается на обычном среднем человеке. И как говорят, Америка уже, конечно, не та стала. Кто приехал 20-30 лет назад. Говорят, все хуже и хуже, все страшнее и страшнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!